Здравствуйте, с вами Мир Кунг-фу. Чем Кунг-фу отличается от Цигун, от Тай-чи и от того, что мы называем Ву-чи? Кунг-фу преследует цель совершенствования тела. Его основная задача — это работа с телом и с дыханием. Медитация — это работа с дыханием и сознанием. Когда вы работаете с телом, с дыханием и сознанием, это Тай-чи или более высокий уровень Ву-чи. Тай-чи, Ву-чи, Цигун — это одна семья. Все практики начинаются с Чи-Конг, это то, еще появилось Цигун. Цигун является как бы подготовительной системой упражнений для изучения Тай-чи. Тай-чи — это как азбука. Тай-чи — это как будто бы вы пишете диктант. Это красивые движения, но их основная цель — это внутренняя работа. Работа на уровне сознания, используя дыхание в движении. Но более высокий уровень — это Ву-чи. Ву-чи родила Тай-чи. Тай-чи родила Цигун. Это условное обозначение, чтобы вам как-то иметь представление, что, зачем следует и как изучается. Таким образом, у вас есть возможность изучать древнее искусство, в которое входит целая семья. Тай-чи, Ву-чи, Цигун, Ной-Конг, Нгами, Ки-Конг. А основой для этого всего является кунг-фу. Кунг-фу — это как начало, база, земля, основа. И для того, чтобы понять кунг-фу, предлагаются стили животных. Стили животных — это техники подражательные. То есть, вы, выполняя техники, как будто бы вы подражаете каким-нибудь животным. Тигр, змея, журавль, леопард, дракон, слон, лошадь, обезьяна, летающий тигр, лев. Это основные стили животных, преподаваемые нашим кунг-фу. Кунг-фу и Ву-чи. Кунг-фу — это начало, Ву-чи — это то, к чему должны прийти. Приходите в наши классы, мы будем очень рады видеть вас на наших занятиях. Живое общение не заменит никакие онлайн-тренировки. Поэтому мы ждем вас на наших тренировках, в наших залах. До новых встреч! С вами был Мастер Шао.